Приветствую тебя на канале Девайс! Сегодня поговорим о 5 лучших видеокартах для 1440p в 2024 году. Присаживайся поудобнее, а я начинаю! Начну с самой дешевой карты в подборке. RX 7700 XT это разумный минимум для разрешения Quad HD. Ее мощности хватает ровно настолько, чтобы новые игры на ней адекватно работали на ультрах. В совсем уж тяжелых играх придется немножко покопаться в настройках, но производительность за свою цену у карточки очень неплохая. Так что если бюджет очень ограничен, 7700 XT станет отличным выбором. Тем более за эти же деньги помимо этой карты можно взять разве что 4060 Ti, которая будет хуже. Если у тебя монитор Full HD с высокой герцовкой, тебе эта карта тоже подойдет. Не каждая игра будет работать в 100 плюс кадров конечно, но многие из даже актуальных ААА тайтлов будут прекрасно работать с хорошей плавностью, не говоря уже о киберспорте или старье. Карточка кушает 240 ватт, что прилично, так что имей ввиду при выборе блока питания. Если блок питания уже есть и он слабый, скажем ватт на 450, лучше будет его заменить на что-нибудь помощнее. Как можно увидеть в таблице, эта карточка отлично работает в большинстве игр в нативном Quad HD на ультрах. Меньше 60 кадров показывает лишь Alan Wake 2, что меня не удивляет, все-таки игра очень графонистая и требовательная. Чтобы на ультрах было больше 60 кадров, придется взять что-то подороже. Ну а цены на 7700 XT стартуют от 42 тысяч рублей. Напоминаю, что ссылки на видеокарты из ролика по низким ценам в проверенных магазинах найдешь в описании под этим видео. Также по ним ты можешь уточнить характеристики и изучить отзывы. Следующая в списке 7800 XT, и я бы ее назвал оптимальным минимумом для 1440p. Она и стоит более-менее вменяемых денег, и способна выдать 60 кадров в абсолютно каждой новой игре на ультрах в нативном Quad HD. Единственная моя претензия к ней – это наличие целых 16 гигов памяти. На мой взгляд, это слишком много, и использоваться нигде не будет. 12 гигов здесь хватило бы сполна, но за дополнительные 4 гига видеопамяти все равно тебе придется заплатить. Хочешь ты этого или нет? Эта карточка ровно на ступеньку ниже предыдущей, так что потребляет она чуть больше 263 Вт, что уже очень странный теплопакет. Обычно это какое-нибудь число, кратное 10 или 5, а тут 263. В выборе блока питания советую придерживаться такого правила. Мощность блока питания должна быть как минимум в два раза выше, чем потребление видеокарты, так что не поскупись и возьми к сборке с этой картой блок хотя бы на 550 Вт, чтобы он не работал на полную катушку. Тесты показывают, что в любой игре средний фпс в 1440 пи на максималках выше 60, что уже давно устоявшийся стандарт. Даже с Салоном Вейком эта карта справляется на ура, но цена конечно не маленькая, отдать за нее придется минимум 51 тысячу рублей, но оно того стоит. Не забывай про мой телеграм-канал с обзорами и сравнениями железок в описании. Там ты можешь найти очень интересные промокоды, чтобы покупать компьютерное железо с еще большей выгодой. Ну и последняя в списке карточка от AMD это новая RX 7900 GRE. Вышла она совсем недавно и уже поражает производительностью за свою цену. Она стоит на 1 восьмую дороже, чем 7800 XT, а производительность выше на четверть. Это делает эту карточку моим фаворитом из этого топа. Она не то что позволяет играть во все игры в 60 плюс фпс, и ее можно брать и к высокочастотным Quad HD мониторам. И при таком уровне производительности эти 16 гигов на борту уже могут пригодиться в будущем. Самое удивительное, при том что вроде как тут архитектура та же самая, что и у 7800 XT, 7900 GRE при значительно более высокой производительности жрет меньше электричества, всего 260 ватт. Так что блок питания покруче к этой видюхе брать не придется. Показатели за свои деньги у этой карты шикарные. Некоторые актуальные игры успешно тянет и в 4К, не говоря уже о 1440p. А там где кадров не хватает, можно включить FSR на качество. Стоит эта видюха 58 тысяч рублей. И я считаю это лучшее, что ты можешь купить за эти деньги. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься компьютерной тематикой. А любые мысли и вопросы ты можешь написать в комментариях. Следующий на очереди кандидат от NVIDIA – RTX 4070 Super. Обычная 4070 уже не особо актуальна, так как разница в производительности между версиями больше, чем разница в цене. Поэтому обычные версии карт при условии, что есть Super, можно тут не ждать. Как уже принято на рынке, по сухой производительности за вложенные деньги карточки от NVIDIA уступают красным. Но когда речь идет о DLSS и трассировке лучей, тут уже обычно зеленые смотрятся лучше. Поименно сухой и честной производительности ближе всего 4070 Super к 7900 GRE. В зависимости от конкретной игры, та или иная карточка может показывать себя лучше или хуже, так что тут уже отталкивайся от того, во что собрался играть именно ты. В плане энергопотребления, это самая эффективная карточка в списке с TDP всего лишь в 220 Вт, что меньше, чем у более слабых карточек от AMD, так что с этой видюхой можно немножко сэкономить на блоке питания. В большинстве протестированных игр получается, что 7900 GRE немного лучше в честном разрешении, чем 4070 Super. Но если включить DLSS на качество и трассировку лучей, ситуация будет обратной. Стоит 4070 Super на 3000 дороже, то есть 61 тысячу рублей. Стоит ли переплачивать за по факту худшую производительность, но более совершенные технологии решать уже тебе. А я продолжаю. Самая мощная и дорогая карточка в сегодняшнем ролике это RTX 4070 Ti Super. Для разрешения в 1440p брать что-либо дороже и мощнее смысла нет, разве что если хочешь поиграть в Валана Уэйка в 144 фпс. Помимо более мощного чипа по сравнению с 4070 Super, эта карта получила 4 дополнительных гига видеопамяти, которые вкупе с таким чипом лишними не будут. Все-таки это не 4060. Что касается энергопотребления, в этом ролике 4070 Ti Super это рекордсмен с показателем в 285 Вт. Меньше чем на 600 Вт к сборке на такой видюхе не бери. Также тут уже стоит немного прибавить придирчивости к выборе конкретной модели, потому что 285 Вт это уже не шутки. Если взять самую маленькую модель со слабым охлаждением, со временем могут быть проблемы. Придется андервультить, повышать обороты вентиляторов, а когда тратишь такие деньги на комп, вряд ли тебе нужен лишний геморрой с этими настройками. Как я уже говорил, для такого разрешения брать что-то лучше уже смысла не очень. Эта карта и так замечательно справляется. Если подкрутить DLSS можно и в 4К замечательно поиграть во все новинки на ультрах. Но удовольствие это уже не из дешевых. Отдать за эту видюху придется как минимум 86 тысяч рублей, что уж очень много за такое. Я бы за такие деньги лучше взял 7900 XT для игры в честном 4К, пускай без лучей и с огромным TDP. Теперь пора сравнить наши карточки. На этой таблице ты видишь тесты в 5 актуальных ААА играх в разрешении 1440p на ультрах. Каждая карточка тут хороша по своему. Есть бюджетный вариант, есть крепкий орешек с высокой честной производительностью за не такие огромные деньги. И есть вариант для тех, для кого деньги вообще не проблема. Лично я бы себе взял 7900 GRE, потому что по сухой производительности она почти как 4070 Ti Super, и при этом дешевле аж на 28 тысяч. На этом ролик подходит к концу. Обязательно пиши в комментариях, что ты думаешь об этой подборке, какую карту взял бы себе и что поставил бы в топ на моем месте. Не забудь поставить лайк, если видео понравилось и подписаться на канал, если еще не подписан. А на этом у меня все, ты был на канале Девайс. Услышимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok